здравствуйте дорогие мои друзья с вами светлана веда и сегодня мы с вами поговорим что можно и что нельзя делать в день николая чудотворца у нас близится 22 мая прекрасный чудесный день что же можно делать в этот день можно и нужно это конечно радоваться нельзя категорически грустить в этот день молиться медитировать и просить все что захотите потому что именно в этот день исполняются любые ваши мечты и желания так как этот день николая чудотворца николай чудотворец был покровитель детей обязательно в этот день угостите деток своих или может быть соседей каких-нибудь или неважно сделайте какое-то добро для детей в обязательном порядке и вам это зачтется также николай чудотворец он покровитель животных и в этот день нужно очень очень бережно относиться и к своим животным и также бездомным накормите их поделитесь чем-то или перечислите может быть какую-то сумму благотворительность для животных или в детские дома но насчет денег хочу сказать что это лучше сделать за день 21 мая потому что именно в сам день денежные операции не проводятся как прочим нельзя давать в долг и вы не сможете долгое время от отдать эти деньги забрать эти деньги если вы даете или допустим если вам дают значит вы не сможете отдать то есть какие-то операции с деньгами будут крайне затруднительно потом разрешить а вот за день до этого вы можете заняться благотворительностью в сам день 22 мая вы можете дарить подарки делать какие-то вкусные вещи пирожки пирожные угощать стариков детей стариков нужно помнить всегда о стариках и делать им не только подарки и заботиться ну как я думаю что это не только в этот день делается впрочем и в другие дни в этот день очень хорошо просить здоровья и вы его получите обязательно путешественники которые хотят куда-то поехать или собираются в путешествие в командировку также за воинов можно попросить и николай чудотворец он защитит убережет и даст свою поддержку в этот день я хотела бы сказать что можно сделать очень особенный ритуал рано рано утром роса роса она волшебная на день николая чудотворца и вы можете обезопасить себя на целый год приготовьте ночную сорочку чтобы она была чистая можно новую можно постиранная сорочка и когда рано рано утром вы выходите и роса лежит на травке положите сорочку пусть она пропитается вот этой вот росой после этого сорочку вы не стираете а убираете куда-нибудь подальше от глаз и если вы приболели то можете ее одеть вы оздоровитесь или например вы чувствуете какие-то атаки на вас магического характера вы также одеваете эту сорочку спите 7 ночевней и защита вам гарантированно если нет у кого-то сорочки или кто-то очень поздно увидел это видео вы можете взять просто носовой чистый носовой платок и также положить на росу и этот платок когда пропитается росой вы можете прикладывать больным местам заболела голова приложите голове заболела рука приложите к руке то есть этот платок он будет у вас лечебный надеюсь советы и рекомендации вам были интересны и полезны ставьте пальчик вверху подписывайтесь обязательно на мой канал всех вас безумно люблю и поздравляю вас с этим чудесным праздником всем мира добра и счастья дорогие мои друзья самое главное верьте верьте в свою мечту она обязательно исполнится всем пока пока пока